Книга нормального фрилансера. Читает автор Егор Камелев. Глава «Как постоянно расти в цене». Если хочешь много денег, то работай вдвое больше. Не ищи новых клиентов, пока старые с тобой. А то станет их так много, что придется распрощаться с половиной претендентов оплатить тебе заказ. Если бы с первых дней работы на фрилансе я внимательно анализировал все происходящее, а не барахтался, зажмурившись и пытаясь удержаться на плаву, то сразу заметил бы несколько закономерностей. Всякий раз, когда работа заканчивалась, а новых клиентов на горизонте не было видно, я начинал в экстренном порядке заниматься их поиском. Заряд мотивации был огромным. Не найдешь заказов, останешься без еды и еще глубже погрязнешь в долгах. Я использовал все доступные каналы, нервничал, суетился и в результате находил новых заказчиков. Поиск этот занимал не так много времени, но так как он сильно выматывал, казалось, что я сидел без работы целую вечность. Обычно в таком режиме мне нужно было 3-5 дней, чтобы найти нового клиента, взяться за работу и успокоиться. А с учетом того, что проекты я выполнял в среднем в течение 2-3 недель, то новый всплеск неуверенности и поиск заказчиков происходил у меня каждый месяц. Со временем я обзавелся постоянными клиентами, что позволило реже оказываться в подобных ситуациях, а затем вовсе расслабился, так как заказов стало достаточно, а иногда и чуть больше. В таких условиях я уже не нервничал и не срывался на внезапные поиски. Но и стоимость моих услуг перестала расти. Точнее, она росла, но очень медленно, вместе с инфляцией. Если бы я мог дать какие-либо рекомендации себе в прошлом, то первая была бы такая. Нужно обеспечить спрос, значительно превышающий предложение. Сделать так, чтобы приходило больше клиентов, чем можно взять в работу. Как это обеспечить? Заниматься продажами не в те моменты, когда начинает пахнуть жареным, а постоянно. Невзирая на загруженность, не отказываться от оценок новых проектов, формировать очередь из клиентов, и главное, значительную часть своего рабочего времени посвящать не предоставлению услуги, а продажам. Многие окружающие возражают, когда слышат такие рассуждения. Если больше заниматься продажами, то придется выстраивать клиентов в очередь, и многие из них в такой ситуации отвалятся. Это не проблема, это замечательные обстоятельства. Гораздо лучше беспокоиться о том, куда бы в будущем впихнуть очередного нового клиента, и постоянно повышать цены, чтобы как-то справляться с входящим потоком заявок, чем после очередного выполненного проекта сидеть и без клиентов, и без работы. Если много времени уделять продажам, то когда работать? Причем обычно я это слышу от людей, которые только и делают, что трудятся, а продажами занимаются, когда ничего другого делать не остается. Работать в отведенное для этого время. Если продавать получается настолько хорошо, что клиентов девать некуда, то можно стать профессиональным продавцом, за этот навык хорошо платят, и он востребован в любые времена. Передавать за процент, за комиссионные, избыток заказов, коллегам и партнерам. Я знаком с ребятами, которые скидывают неинтересные по их меркам проекты. Чаще всего это студии или фрилансеры, к которым пришли клиенты с недостаточно крупными бюджетами, или низкомаржинальными задачами, когда работы много, а задорого никак не продашь. Одним словом, заказы с низкой тарифной ставкой. Вторая рекомендация звучит так. Нужно выйти из финансовой зависимости. Каждый раз, когда от нового входящего клиента зависел мой завтрак, обед и ужин, я делал все возможное, чтобы он не отказался со мной работать. Разум мой был затуманен, и я называл низкие цены, давал дополнительные скидки, оценивал работу оптом, там, где нужно было разбивать на этапы, и вообще готов был всячески подстраиваться. Очевидно, так я зарабатывал значительно меньше, чем если бы не зависел от денег клиента и обладал более сильной переговорной позицией. Выход из финансовой зависимости в моем случае выглядел так. Отсутствие каких-либо долгов и кредитов, плюс наличие на счету суммы денег, которой хватит на жизнь без работы в течение 6 месяцев. В таких условиях смотришь на клиента не как на спасательный круг, а как на… клиента. Озвучиваешь цены и условия работы, приемлемые для обеих сторон, и не боишься, что заказчик отвалится. Ведь даже в таком неприятном сценарии ничего страшного не произойдет. Третья рекомендация – прямая противоположность второй. Войти в финансовую зависимость. Эту главу я начал с рассказа о том, как быстро находил новых клиентов, находясь в плачевном финансовом положении. В моей жизни был период, когда я был должен денег нескольким людям, а также банку. Тогда я купил себе машину в кредит, и сумма моих долгов в тот период превысила миллион рублей. Я хорошо осознавал, что никто кроме меня эти деньги не вернет, а также что ежемесячно я тратил ровно столько, сколько зарабатывал. Это понимание поставило меня в настолько некомфортные условия, что я стал заниматься продажами даже в те моменты, когда был загружен работой. Просто для того, чтобы выбраться из этого финансового ужаса. Рекомендация оказаться в таких условиях подойдет не каждому. Только человек с крепкими нервами и здоровьем выкарабкается из подобной ситуации без значительных потерь. Я по природе человек ленивый и свободолюбивый, и если бы не поступил таким образом в свои 25 лет, сейчас находился бы в совершенно другой ситуации. Четвертая рекомендация. Учиться и осваивать недостающие навыки. Если сегодня делать то же, что и вчера, то и результат будет таким же. Для достижения новых целей нужны новые методы. Я учился искусству делового общения, деловой переписки, работе с документами, дизайну, верстке, программированию, следил за рынком, осваивал новые инструменты, улучшал имеющиеся навыки. Продолжал прокачивать иностранные языки, повышать качество предоставления своей услуги и так далее. Я замечал, что люди вокруг меня делились на две категории. Те, кто при столкновении с чем-то совершенно для себя новым, опускали руки и искали обходные пути с помощью привычных методов. Я, например, спрашивал, «Ты не думал попробовать создавать публикации о своей профессиональной деятельности и таким образом привлекать больше клиентов?» И в ответ получал, «Я не умею писать, поэтому не могу этого сделать». Вторая категория – это кто в такой же ситуации начинал искать информацию, примеры, консультантов и наставников и не считал, что отсутствие навыка или знаний должны воспрепятствовать достижению цели. Такие люди на предложение завести блог уже через месяц могли свободно общаться со мной о хостингах, доменных именах, платформах для публикаций и прочих штуках, о которых они совсем недавно еще ничего не ведали. Я сам отношусь к категории людей, которые точно знают, что все наши навыки на сегодняшний день – это результат обучения, а не дар от рождения, и что образование – это одна из немногих вещей в жизни, которые почти невозможно потерять. Пятая рекомендация – общаться с кем-то, кто зарабатывает больше тебя, занимаясь чем-то похожим. Однажды один из моих партнеров, генеральный директор питерской веб-студии, не побоялся раскрыть стоимость проектирования, которые я делал для их клиента. Агентство заплатило мне 250 тысяч рублей, и я считал это достойной оплатой. А вот заказчику пришлось раскошелиться на 500 тысяч рублей. Я, конечно, понимал, что студия заложила в цену привлечение клиента, работу менеджера, аренду налоги, свою прибыль и еще много всего. Но я также увидел собственными глазами заказчика, который способен и готов заплатить в два раза больше, чем я считал достойной оплатой. Чтобы спрашивать, сколько зарабатывает тот или иной человек, нужно иметь наглость задавать подобные невежливые вопросы. Закрытый собеседник откажется отвечать, и это, пожалуй, будет единственным последствием. Общаться со мной он не перестанет, а открытый поделится этой информацией. А если так, то высока вероятность, что и на вопросы о том, как ему это удается, он тоже ответит. К тому же многим людям приятно поделиться своими достижениями, даже несмотря на то, что большие деньги любят тишину. Каждый раз, когда в моем окружении появляется человек, зарабатывающий значительно больше меня, я получаю социальное доказательство того, что, во-первых, это в принципе возможно, а во-вторых, не требует каких-то суперспособностей или волшебства. И называя в следующий раз цену за свою работу, невольно вспоминаешь, что кто-то способен продать свои услуги в несколько раз дороже тебя. От этого становится значительно легче озвучить цену выше на 10-20%. Шестая рекомендация. Работать как юрлицо или ИП. А уже давно на основании Гражданского кодекса РФ правоспособность индивидуального предпринимателя приравнена к правоспособности юридических лиц, коммерческих организаций. Мне стало проще общаться с клиентами, когда я столкнулся с теми же проблемами и задачами, что и они. Подготовка документов, выставление счетов, работа с банками. Будучи юрлицом, ты автоматически начинаешь отличать банковский день от рабочего, понимаешь, что зарплата сотрудников в 100 тысяч рублей обходится его работодателю в гораздо большую сумму. Это знание поможет обосновать, почему заказать у тебя услугу выгоднее, чем нанимать и обучать сотрудника. И так далее, и тому подобное. С юридическим лицом проще заключить договор. К нему больше доверия. Его деятельность прозрачна и регламентирована. И главное, когда ценники начинают превышать несколько сотен тысяч рублей, клиенты предпочтут работать именно с юрлицом просто потому, что их процессы плохо приспособлены к работе с подрядчиками физическими лицами. Седьмая рекомендация. Выступить в роли заказчика на свою же услугу. Это отрезвляет. Когда я начал сам заказывать проектирование у других ребят, то понял, что многие нюансы и особенности, которые мне казались важными как исполнителю, на самом деле не очень важны заказчику. Клиенту много не нужно. Главное, чтобы работа была сдана в срок и с приемлемым качеством. И чтобы было не очень сложно разобраться в условиях и внести оплату. Непрофессиональный клиент, например, зачастую не в состоянии оценить качество услуги. А вот уровень сервиса оценит любой. Но об этом в одной из следующих глав. Выступление в роли заказчика, к счастью, это произошло довольно рано на моем фрилансерском пути, позволило мне увидеть более полную картину. Я столкнулся с рядом неудобств и понял, что некоторые из них присутствуют и в моих процессах. Я перестал требовать от клиентов четких ТЗ, помогал им с организационными моментами, отвечал на вопросы еще до того, как они их задавали. И это увеличило количество продаж. А чем больше продаж, тем проще повышать стоимость услуг. Итого, чтобы расти в цене на фрилансе, нужно гораздо-гораздо больше и чаще заниматься продажами, чтобы обеспечить спрос, значительно превышающий предложение. Выбраться из долгов и накопить финансовую подушку безопасности. Постоянно учиться, обзавестись юрлицом или стать самозанятым. Выступить в роли заказчика на свою же услугу. Пополнить окружение живыми примерами людей, которые способны зарабатывать больше вас. Учиться у них и убеждаться в том, что они не обладают суперспособностями. И если смогли они, то смогу и я. При соблюдении всех этих рекомендаций, я не вижу сценария, когда время идет, а цена не растет. Вы слушали главу из книги нормального фрилансера. Прочитать книгу целиком вы можете бесплатно, онлайн, на сайте нормального фрилансера. Там же вы можете скачать за деньги электронную версию книги. Все ссылки будут в описании к этому видео. А на этом все. Спасибо за внимание и увидимся с вами в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok